Всем привет! Сегодня я расскажу и покажу из чего состоит газобетон. Главные компоненты газобетонной смеси перед нами. Вода, цемент, песок, алюминиевая пудра, каустическая сода и сульфат натрия. Если все это смешать в нужных пропорциях, получится газобетонная смесь. В конце ролика я расскажу сколько конкретно нужно каждого из компонентов, чтобы получить куб газобетона. А теперь давайте по порядку. Какими свойствами должен обладать каждый компонент? Начнем с самого простого – с воды. Согласно ГОСТу можно использовать обычную питьевую воду из-под крана. Если к ней доступа нет, подойдет и техническая вода. Гораздо важнее не качество воды, а ее температура. Ее нужно прогревать до 50-80 градусов. Второй компонент – цемент. Можно использовать следующие марки цемента. Важный момент – сульфатостойкий цемент использовать нельзя. Помните, что за месяц цемент теряет 10% марочной прочности. Поэтому используйте только свежее сырье. Следующий компонент – песок. Подойдет речной или карьерный. Теперь приходим к компонентам, которые добавляют в смесь в очень малых дозах. Но именно благодаря им газобетон обладает массой положительных свойств. Это алюминиевая пудра. Именно благодаря ей газобетон имеет пористую структуру. В производстве газобетона используют марки ПАП-1 и ПАП-2. Следующий компонент – каустическая сода. Каустическая сода может быть чешуированная или гранулированная. Мы рекомендуем использовать чешуированную, так как она быстрее растворяется в смеси. Не путайте с кальцинированной содой. Это гораздо более слабая щелочь, которая для газобетона бесполезна. И, наконец, сульфат натрия. Лучше использовать природный сульфат. Технически также подойдет, но его расход будет больше, чем природного – примерно на 30-40%. Сколько надо этих компонентов, чтобы изготовить куб газоблоков? Сейчас расскажу на примере марки газобетона Д-500. Больше всего нам понадобится цемента. Примерно 280 кг. Чуть меньше потребуется песка – около 230 кг. Около 200 литров воды. Это были тяжелые компоненты. Дальше добавлять будем по чуть-чуть. Сульфата натрия надо примерно 4,5 кг. Каустической соды – примерно 3 кг. Алюминиевой пудры надо совсем чуть-чуть. Чуть больше 500 г. Важный момент – количество компонентов зависит от их качества и может немного меняться. Кроме того, оно будет разным для разных марок газобетона. Сколько потребуется компонентов для более тяжелых марок – смотрите в таблице. Помните, что эталонной рецептуры газобетона не существует. Всегда надо отталкиваться от сырья, которое есть в наличии. Его качество может сильно различаться. А уже исходя из характеристик сырья, технологи Алтай Строймаш подберут для вас идеальный рецепт газобетона. Всего доброго, до свидания.